Приветствую дорогие друзья, на связи GrimOptimist и я вас всех поздравляю с выходом первой серии моего нового сезона рубрики «Железный грим». Для тех, кто не знает, что это за рубрика, буквально в двух словах расскажу. Обычно мы вместе с вами собираем игровой компьютер в какой-то конкретной ценовой категории, после чего компьютер доводим до идеала, всячески улучшаем его, апгрейдим и уже по сложившейся традиции обычно сборка этой идет в качестве подарка каким-нибудь нуждающимся людям. Ну, например, какой-нибудь малоимущей семье или многодетной. На данный момент уже было три сезона, два полноценных и один такой укороченный. Если, кстати, не смотрели, то можете прямо сейчас это сделать, ссылка будет в правом верхнем углу. Вот, на этот раз я решил сделать сборку прямо с ноля и максимально бюджетной изначально. То есть, хотел прямо покупать отдельно корпус, материнскую плату, там видеокарту, процессор, все остальное, но планы немножко изменились. И в этом мне поспособствовал мой коллега Юша про танки, наверняка многие из вас его знают. Он мне задонатил буквально на днях 10 тысяч рублей и сказал, Димон, давай делай хорошую сборку и постарайся все это закончить до нового года. Поэтому я вот прямо на следующий день, то есть сегодня, уже всем этим делом занимаюсь. И поскольку у нас сильно увеличился бюджет, и еще раз, респект за это Юри, мы можем собрать гораздо более интересную машину. И я решил все-таки отказаться от этой концепции сборки с полного нуля, потому что это очень долго, муторно, и я боюсь, мы просто не успеем. Поэтому изначально я решил все-таки взять какой-нибудь уже готовый ПК с возможностью большого такого мощного капитального апгрейда. И я уже присмотрел один вариантик, сейчас вам его покажу. Вот такую сборочку я нашел, и могу вам сказать, что за этот ценник 4500 рублей ничего подобного больше нет ни на Авито, ни на Юеле. Там везде сильно дороже уже, цена 6000, 7, практически за то же самое. То есть это, наверное, единственный вариант и по сути must have. Здесь есть как плюсы, так и минусы. Сейчас быстренько пробегусь. Значит, из плюсов. Хорошее состояние корпуса. Он выглядит довольно презентабельно. Да, фирма DNS, конечно, не топ, но для наших целей более чем подойдет. Присутствует лицевая панель с аудио этими выходами, с USB и даже кардридер здесь есть, что не может, как говорится, не радовать. Вроде как мне сказали, что он не потертый, там не поцарапанный, все огонь. Это хорошо. Вроде как на глаз мне кажется, что это немножко уменьшенный формат корпуса, то есть как он там, Mini-ATX называется, что ли? Я все время путаюсь в этих названиях. Короче, здесь вы видите, что немножко уменьшенная материнская плата идет. И для нас это даже, наверное, хорошо, потому что он менее габаритный. Но при этом здесь есть все, что нам надо. Во-первых, здесь хороший блок питания. Ну, как за такой ценник. PowerMan на 480 Ватт. Я считаю, что этого нам хватит за глаза. Поскольку, ну, наша сборка вряд ли будет хавать там больше Ватт 350. Это и то я так с запасом еще взял. Тем более, PowerMan фирма, конечно, не топовая, но я, как бы, с ней сталкивался. Никогда меня блоки питания эти раньше не подводили. Далее, значит, из плюсов. У нас здесь неплохая материнская плата P8-A61M Pro, которая позволит нам сюда поставить спокойно какой-нибудь там i3, i5 или i7. Это сокет 1155, если кто не понял. И также сюда можно будет накатить, например, Xeon. Именно так я и планирую сделать. Например, E3-1220. Почему бы, как говорится, нет? Он сюда должен встать. По крайней мере, я погуглил. Люди пользуются. Все у них хорошо. Вот. Это аналог i5, если кто не знает. Далее у нас здесь два слота под видюхи PCI-Express. Ну, нам только один понадобится. Мне сказали, что он рабочий. И у нас здесь два слота под оперативку. Конечно, хотелось бы 4, но зато здесь уже стоит 4 гига. И, в принципе, если мы добавим еще 4, будет 8 и прям супер. То есть, как бы, проблем никаких нет. Вот. Я думаю, 8 хватит. Сейчас здесь стоит процессор Pentium G620. Естественно, нас он не устраивает, как вы уже поняли. И вы, наверное, потом просто тупо продам. Вот. Вы спросите, какой главный минус? Здесь хард на 80 гигов. То есть, это нам совершенно не подходит. Но я уже договорился с человеком. Я ему сказал, хард можешь оставить себе. Немножко сделаем мне скидочку. В итоге я, короче, этот системник заберу за 4200 рублей. Вот, хард останется у владельца после того, как я все проверю. А мы сюда уже поставим SSD на 256 гигов. Мне кажется, должно вполне неплохо получиться по итогу. Поэтому прямо сейчас я выдвигаюсь за этим системным блоком. Монитор я уже нашел. Тут товарищ продает их немалое количество. Написано только два, но на самом деле у него их больше. Я просто уже созвонился. И также у него в наличии есть клава и динамики. То, что нам надо. Мышка у меня и так присутствует. Останется только коврик еще докупить. И, в принципе, все уже на месте. Договорились мы по деньгам с ним на две с половой. Это вместе с клавой и вместе с динамиками. Сейчас иду на остановку. Поеду за динамиками, за клавой. И самое главное за монитором. Хотел вам напомнить, ребят. Не забывайте ставить большие пальцы вверх. Не забывайте делать репосты в соцсетях. Себе ролик куда-то там закидывать. И обязательно пишите свои комментарии. Это очень важно, потому что данная рубрика существует только благодаря вам. И без вашей медийной поддержки она 100% загнется. Поэтому, как говорится, все в ваших руках. Ну что, друзья. В принципе, все, что я хотел, сегодня я купил. Буквально с самого утра бегал и ездил по всему городу. Но зато у нас полный комплект. Есть системный блок. Есть монитор. Есть здесь клавиатура. Динамики. И у меня там еще в шкафчике лежит мышка. То есть, сейчас все это дело соберем и посмотрим, как это работает из коробки. Пока без апгрейдов. Ну вот, как-то так все это смотрится изнутри. Значит, здесь, в принципе, все, как и было заявлено. Единственный момент, когда я его покупал. Хозяин почему-то поставил сюда блок питания на 300, ребята, ватт. Вот. И я это заметил. Я сказал, что за херня. В объявлении было 480. Он такой, ой, я что-то там перепутал. Я не знаю, перепутал он или нет. Пусть это будет на его совести. Сейчас здесь все, как заявлялось. Также сюда сейчас прямо отправится у нас вот этот SSD. Присланный мне одним из подписчиков. Он был вместе с MacBook. Если помните, летом пришел он. И MacBook, к сожалению, был разломан по дороге. Вот. Но зато, как говорится, у нас теперь есть вот эта замечательная штука. Которая сюда просто идеально зайдет. И плюс еще у нас здесь будет хард на 500 гигов. Мне кажется, это идеальная пара. Сюда встанет и будет все просто супер. Мне кажется, лучше ее не придумаешь. Так что все, ребят, сейчас ставлю. Собираю, подключаю. И увидимся уже, когда все будет работать. Я надеюсь, по крайней мере. Ну вот как-то так все это выглядит в сборе. Напоминаю, что это еще не конечная конфигурация данного ПК. Мы будем его улучшать. Менять процессор, видеокарту. Добавлять оперативки. Но на данный момент основные все уже комплектующие, в принципе, есть. Вот у нас тут стоит системничек. В принципе, он в вполне себе неплохом состоянии. Я еще не до конца его там протер. В общем, он еще немножко грязный. Просто руки не дошли. Но из того, что не удастся устранить, вот здесь есть царапки. Но с этим ничего не поделаешь. Я не думаю, ребят, что это критично. Вот честное слово. Вот в основном все, в принципе, норм. Для тех, кому будет интересно, вот, ребята, как называется данный монитор. Он с разрешением 1600 на 900 при диагонали в 20 дюймов. Это дает очень хорошую плотность пикселя и хорошее качество. Динамики, обычные какие-то пищалки от Genius. Вот, работают и ладно. Ну и клавиатура тоже Genius. Достаточно простенькая. Но я думаю, для наших целей подойдет. Мышка AlphaTech у меня лежала. Вот она, ну не то чтобы прям игровая, но мышка хорошая на самом деле. Куча дополнительных клавиш. Качественная, очень удобная. В руке классно лежит. Так что я считаю, очень даже недурственно получилось по итогу. Вот сейчас покажу вам, на что способен этот ПК в стоковой конфигурации. То есть, без еще полного апгрейда. В общем, накатил я сюда Windows 10. Поставил все драйвера. Напоминаю, что компьютер пока что находится в стоковом состоянии. Еще со встроенной графикой. С 4 гигабайтами оперативной памяти. И единственное, что я сюда добавил, это SSD и жесткий диск. Давайте посмотрим, что тут да как. Значит, стоит здесь SSD фирмы Adata. Аж на 256 гигов. Он нулевый, до 15 часов всего наработка. Напоминаю, что это подарок подписчика. И я считаю, он просто идеально сюда вписывается. Дает хорошую скорость. И при этом еще и немало места. Я думаю, спокойно владелец сможет поставить сюда, например, парочку любимых игр. Или какой-то там софт для учебы. В том числе и, например, инженерный даже. И места хватит буквально на все. Ну, а если вдруг захочется, там, я не знаю, какие-то фильмы скачать в хорошем качестве. Или поставить много игр. То для этого у нас здесь стоит жесткий на 500 гигов. Да, уже с наработкой такой, не слабенькой. Но он еще в хорошем состоянии. У него отличный смарт. И я думаю, он еще тоже походит достаточно долго. Так что здесь, как вы видите, у нас все, что надо, присутствует. Давайте посмотрим, что у него по характеристикам. Я уже рассказывал. Но это для тех, кто мало ли не расслышал. Или для тех, кто сомневается. В том, что я, мало ли, там, что-нибудь поменял вдруг втихаря. Или все в таком духе. Вот. Пока у нас ситуация здесь не ахти. И я бы назвал этот компьютер больше офисным. Ну, он пока не очень заточен под игры. Потому что у нас стоит здесь процессор Pentium G620. Всего лишь, да, с 4 гигами оперативки. И встроенным видеоядром. Не самым лучшим. Это Intel HD Graphics 2000. Вот, будет любопытно, как все это безобразие потянет танки. В принципе, в остальном тут хвастаться нечем. Да, и все вот в таком вот виде. Пока пребываем. Теперь давайте посмотрим, как он потащит интернет. Это тоже очень важный сейчас, да, аспект для любого ПК. Я думаю, на примере Ютуба мы сейчас глянем. Просто, что тут да как. Какой-нибудь видосик включим. Там, ужин без возни и заморочек. Не знаю. Мясо на кости с овощами. Давайте включим. Мясо на кости с овощами. Так, рекламку сейчас пропустим. Так, у нас разрешение включило 720p на 50 кадров. Давайте глянем, как он тащит. Дропов практически нет. Ну, 7 это не в счет. Это при загрузке видео. Да, 720p тащит без проблем этот комп. Ну, я в этом, в принципе, и не сомневался. Пока тестить в таком вот виде смысла нет. По понятным, надеюсь, причинам. Так что, давайте глянем, чем он нас порадует. К сожалению, друзья, картина у нас безрадостная. Даже на полных минималках. Правда, при все-таки родном разрешении. Надо сказать 1600 на 900. К сожалению, даже в ангаре у нас всего лишь там, ну, 20, максимум 25 фпс. То есть, выходить в бой, даже смысла нет. Это неиграбельно. В бою будет где-то 15. И, как вы понимаете, этот ПК вот в нынешнем его состоянии, то есть, с этим убогим процом, без видеокарты нормальной, да, дискретной, по сути, для игр, ну, не пригоден от слова совсем. По крайней мере, для игр более-менее современных. Конечно, какие-нибудь третьи герои, понятное дело, он потащит. Или Half-Life там, да, первый. Вот, это понятное дело. Но World of Tanks уже здесь все, уже все попердывает. И я вот все-таки надеялся, что хотя бы 30-очку он стабильную выдаст. Но вот, друзья, видимо, не судьба. Но ничего страшного, у нас, как говорится, все только впереди. Ладно, друзья, давайте подведем итоги. Ну и что мы с вами имеем на данный момент? Пока, конечно, это никакой не игровой ПК. Это ближе к офисному. Он ничего толком не тянет и мало на что способен. Но все у него только впереди, друзья. Давайте прикинем по деньгам. Значит, 4200 не обошелся системник. Плюс 600 рублей за хард на 500 гигов. Итого уже получается, на 4800. Далее мы накатили сюда SSD на 256 гигов. Это примерно 2000 сверху. Напоминаю, что это был подарок подписчика. Но мы будем читать там по ценам. Итого уже получается 6800 рублей с учетом SSD. Можете, кстати, его не включать в стоимость сборки для себя. Потому что, напоминаю, что SSD это вещь, ну, необязательная. Она не сильно влияет на производительность. Практически вообще не влияет. Там в основном как бы дело в комфорте. Или посчитать туда, например, SSD на 128. Это будет всего 1000 рублей. То есть тут сами прикидывайте. Ну, и еще у нас, конечно, там монитор, клава, динамики и мышка. Вот. Все это вместе мне обошлось 2500. Ну, мышку я взял свою, которая у меня была. Но это еще где-то 300 рублей. Итого мы имеем цену вот сейчас, в данный момент, за всю сборку, если считать по-честному, 9600 рублей. Это с учетом SSD. Без него получается 7600. Финальная цена сборки, планируемая мной, это где-то 15000 рублей. Ну, может быть, 16000. Вот в эту цену мы уложимся. Но мы сделаем из этого компьютера, ребята, настоящую игровую машину, способную потащить абсолютно все, что выходит. Там, включая Red Dead Redemption и все остальное. Вот. В следующей серии мы этим с вами и займемся. Заменим процессор, заменим видеокарту, добавим оперативки, естественно. И проведем там, ну, самые разные тесты. Можете, кстати, написать прямо сейчас в комментариях, какие игры вы хотели бы увидеть на тестах, что вам лично интересно. В принципе, на этом мы, наверное, будем заканчивать первый выпуск. Напоминаю, ребят, что пальцы вверх обязательно. Репостите видео, делитесь им с друзьями. Обязательно пишите свои комментарии. Это тоже важно для продвижения. Обязательно подписывайтесь на канал, да, на колокольчик. Нажимайте, вступайте в группу ВКонтакте. Короче, знаете сами, что делать, но я все-таки напомню. На этом все на сегодня. Спасибо за внимание. Как говорится, всего вам хорошего. Не болейте. Всем пока.